здравствуйте меня зовут кирилл мартынов я принес ужасные новости главная тема этой недели в россии это цены и инфляции на некоторые продукты особенно продукты питания регулярно выстреливают как-то непредсказуемым образом цены на этой неделе все обсуждали сливочное масло стоимость которого с начала года взлетела на 26 процентов картофель по некоторым данным подражалось на 55 процентов значит а в прошлом году помните были вот была вот эта история про яйца и курицу они тоже очень цены на них тоже очень сильно прыгали путин считает что окей у нас есть какие-то проблемы с инфляцией цены растут но с другой стороны говорит российский диктатор с другой стороны доходы россиян растут еще более быстрыми темпами и поэтому в целом все хорошо мы мол вливаем огромное количество денег в эту военную экономику потом что-то из этих денег возвращается возвращается на потребительский рынок вокруг этого возникают целые сферы своего услуг как мы писали об этом недавно в тексте ирины халиб ну и в общем все хорошо замечательно так и будем продолжать так вот мы в этом году на этой неделе в новой газете европы наш дата отдел наш отдел экономики посчитал что в 24 году сейчас россияне живут беднее чем десятью годами раньше когда россия аннексировала крым и начала вторжение в украину за 10 лет реальная покупательная способность тех денег которые получают россияне в качестве заработных плат она только снизилась и считали мы это очень хитрым способом мы нашли дата сет цен из пятерочки из четырнадцатого года представьте себе пятерочка четырнадцатый год ну просто вот совсем другой уровень цен по сравнению с тем что сейчас происходит и на основании этих данных построили честный калькулятор инфляции вы можете им воспользоваться на сайте новой газеты европы вы можете посчитать насколько конкретные цены на конкретные продукты которые в пятерочке продаются насколько они выросли так вот если посмотреть чего вы могли купить на среднюю зарплату в четырнадцатом году в обычном российском магазине и что вы можете купить на среднюю зарплату сейчас выяснилось что россияне за 10 лет обеднели это надо сказать что это не эффект не только последних двух с половиной лет экономисты это фиксировали до двадцать второго года такой последовательный спад помните когда когда рубль себя чувствовал очень плохо в четырнадцатом году курс рубля был 30 с чем-то по отношению к доллару сейчас он в районе 90 100 и и хотя бы за счет этого фактора ослабления рубля конечно покупательная способность особенно на импортные товары она упала ну а постепенно инфляция как нам экономисты объясняют она дожирает и в общем те возможности покупательные которые есть у рубля в отношении продуктов произведенных на внутреннем рынке потому что история того же сливочного масла показывает что хотя вроде бы масло делается как бы из российского молока в россии руками российских работников которые получают зарплату в рублях на самом деле еще недавно пищевая промышленность страны была очень сильно интегрирована в мировые рынки в мировые логистические цепочки и производители масла прямо сейчас вынуждены закрывать заводы по производству продукта который вроде бы всем нужен и на который есть спрос и в общем если бы они могли бы делать больше масла то цены в теории бы снизились крупные производители сливочного масла закрывают свои производства в условиях вот этого роста цен вопреки всей логике ценообразования и связано это с тем что во первых в масле используются импортные компоненты импортные жиры а во вторых что еще более важно сливочное масло в россии делалось в последние годы на современных на современном импортном оборудовании которая завозилась в основном из недружественных стран которая в общем позволяла как раз этому производству быть эффективным и сейчас к трехлетию войны практически у производителей масла как и в других отраслях наметилась следующая проблема вы просто не можете починить то оборудование которое в течение нескольких лет последних позволяла вам делать с минимальными издержками продукт на хорошем уровне качества вот таким образом да российское сливочное масло оно зависит цены на него его доступность зависит от на самом деле желание путина повоевать и поиграть в такие экономические войны экономические попасть под экономические санкции в отношении со стороны западных стран турция верный верный партнер путина но хотя может быть не такой уж и верный это как посмотреть все-таки недавно западные газеты писали о том что турция перестала поставлять в россию определенные компоненты которые нужны для военной промышленности вот в общем может быть этих компонентов россии будет меньше но зато турция также как в четырнадцатом году турция заявила что она как бы готова стать главным поставщиков поставщиков томатов на российском рынке после того как россия ввела антисанкции да значит и запретила закупила российским ритейл сетям закупать продукцию европейских фермеров помните когда-то была знаменитая история польские яблоки пармезан хамон и дальше по списку вот тогда турция пришла на помощь сейчас она тоже приходит на помощью и и и турция заявила что все теперь они из турции завезут такое количество сливочного масла которое необходимо но платить за это правда в долларах придется поэтому в общем не факт что это сильно поможет сбить инфляцию остановить рост цен дальше все будет примерно в таком ключе мы параллельно я могу здесь анонсировать наверное мы параллельно сделали мне кажется глубокий разговор с экономистом владиславом и наземцевым который скоро выйдет на канале новой газеты европа и в котором мы говорим что с одной стороны у путина еще очень много денег на войну а с другой стороны у этой экономической модели не просматривается какого-то устойчивого будущего и на доходах и на ценах это определенно будет отражаться и дальше если события пойдут по какому-то более-менее радикальному варианту российской обществе сумеет сконцентрироваться и выбрать достаточно не катастрофичный вариант развития вот в этом я практически убежден потому что слишком много будет потеряно и слишком многими еще экономические новости аренда квартир стоимость аренды квартир в во многих регионах россии стремительно растет и за последние три месяца в самаре екатеринбурге и москве стоимость аренды недвижимости подорожала больше чем на четверть средняя стоимость вот эта цифра меня кстати поразила средняя стоимость аренды квартиры в екатеринбурге превысила 50 тысяч рублей ну как бы там в тот момент когда мы из россии уезжали это в общем да такие были большие деньги трудно было себе представить что средняя квартира в большом хорошем российском городе миллионники может стоить таких денег сейчас это некая повседневная реальность как это работает тоже очень интересный экономический механизм стоит за ростом цен на аренду недвижимости с одной стороны заканчивается история про льготную ипотеку люди которые хотят жить отдельно самостоятельно в каких-то комфортных условиях у них в течение последних лет был некоторый выбор они могли либо ввязаться в историю с ипотекой на каких-то более-менее нормальных условиях под низкий процент либо снимать арендовать недвижимость соответственно многие молодые семьи выбирали эту самую льготную ипотеку ну как обычно предполагая да что лучше иметь свою квартиру хотя и в собственности банка но ты выплачиваешь постепенно ипотеку и в итоге квартира становится твоей а с арендой это не особенно работает значит соответственно многие отказывались от аренды в пользу ипотеки это первый фактор сейчас когда ипотека стоит совершенно безумных денег и мы говорили уже о том что крупные банки вынуждены скрывать ипотечные калькуляторы вот мы в новой газете европа открываем инфляционные калькуляторы которые позволяют посмотреть насколько выросли цены на продукты а сбербанк например наоборот своего сайта прячет ипотечный калькулятор чтобы люди не знали сколько им придется переплатить при арендной ставке при при ипотечной ставке больше 25 процентов за какую-нибудь скромную квартиру короче говоря ипотек становится очень дорогой и неподъемный поэтому выбора особенно нету надо снимать недвижимость если вы хотите где-то жить и как у вас есть запрос на на отдельную недвижимость отдельное жилье а второй фактор мне кажется как раз связан с вот этими инфляционными ожиданиями люди понимают что с одной стороны рубль обесценивается потому что за рубли можно купить все меньше и меньше товаров и услуг с другой стороны они считают что зарплата тоже должны постоянно расти потому что потому что в россии официально очень низкий уровень безработицы и соискатели могут требовать повышения заработных плата регулярно от работодателей в том числе в гражданском секторе чтобы конкурировать с военным производством и разумеется в экономику вливаются деньги поступившие от называемых героев сво все возможные выплаты вот типичный человек мне кажется который разогнал стоимость аренды недвижимости в том же екатеринбурге это либо сотрудник оборонного предприятия и его семья либо какой-нибудь в кавычках герой сво который подписал контракт получил много денег решил улучшить свои жилищные условия но на ипотеку не хватает поэтому сниму-ка я тысяч за 80 себе классную квартиру в любимом городе вот примерно так это инфляционная гонка работает и дальше пока конца для этого не видно судя по всему и дальше будет все продолжаться в таком ключе с другой стороны газета коммерсант которая продолжает описывать то что осталось от российского частного бизнеса сообщает о том что примерно 200 торговых центров в россии рискует обанкротиться и тоже очень понятно почему это происходит торговые центры не выдерживают конкуренции с маркетплейсами где ниже цены где больше разнообразия торговые центры во многом строились с прицелом на встроенность российских логистических цепочек в глобальную экономику и наверное не предполагалось что все товары будут которые будут привезены в эти торговые центры они будут из китая либо из турции соответственно какой смысл какой смысл иметь такую коммерческую недвижимость дорогостоящую какой смысл открывать там магазины если ты можешь вместо этого влиться в число людей у которых есть пункт пункт выдачи продуктов с озона или wildberries ну это очень интересно да с точки зрения ландшафта городов выглядит мы видели такие пустующие торговые центры где все меньше и меньше магазинов открыто потому что в общем не было были проблемы с поставками и плюс цены не конкурентоспособные торговый центр для типичного российского города стал начиная с нулевых годов когда нефтяные деньги пришли серьезные в россию он стал таким центром центром такого семейного досуга да то есть там люди ходили в торговый центр чтобы провести время там есть кинотеатр какие-то игровые комнаты для детей есть еще магазины и вот можно заняться шопингом можно развлечься можно на фудкорт сходить сейчас вот это общественное пространство мне кажется может постепенно как-то сокращаться потому что вместо того чтобы поддерживать эту инфраструктуру все больше людей заинтересованы в том чтобы все-таки сэкономить и получить за свои рубли максимальное количество товаров и неизвестно куда ходить ну наверное масштаб этого схлопывания общественных пространств видеть торговых центров пока не настолько значительный но тем не менее тенденция как говорит газета коммерсант к этому наметилась так знаете иногда бывает что на фоне всего ужаса который происходит вокруг нас вот какая-то какой-то один фрагмент реальности берет и как бы тебя добивает или через него как раз через этот фрагмент тебе становятся какие-то вещи лучше понятны я хочу поговорить про судьбу бориса вишневского совсем недавнем прошлом вплоть до этой неделе замечательного депутата законодательного собрания санкт-петербурга на этой неделе вишневский объявил о том что он депутатом больше быть не может и связано это с тем что в россии есть закон про иностранных агентов который с недавнего времени предписывает любым политикам которые которые куда-то избрались если их признали иноагентом то они должны как-то вот либо доказать что ты не иноагент либо из политики уйти должность из должности уйти сложить себя полномочия выборах больше не участвовать это очень показательная история потому что ну вот если на шаг назад отойти 21 год осень последние в россии выборы когда были какие-то надежды тогда проходили выборы в государственную думу которая потом проголосовала за всю войну и за все военные преступления и параллельно с выборами в государственную думу тогда же шла шла компания в законодательное собрание санкт-петербурга вишневский к тому момент уже достаточно долго был депутатом он очень известный человек в петербурге его там буквально все знают особенно в его округе если походить с борисом лазаревичем по улицам петербурга то ты видишь как нему подходят избиратели благодарят его за работу спрашивают как у него здоровье но это такая нормальная вот ну как бы городская политика как она должна быть вишневский занимался помощью разным там значит людям которые попали в сложные ситуации защита исторических памятников все вещи связанные с петербургским хозяйством с коммунальными услугами с транспортом с какими трудностями которые есть у людей в этой самой городской жизни и его все прекрасно повторюсь знают уважают и любят и его двадцать первом году избрал именно народ жители петербурга граждане нашей страны помните тогда еще была такая все смеялись и мы в ужасных новостях еще в москве об этом рассказывали что есть несколько разных вишневских которых специально на выборы в государственную думу отправили конкурировать с настоящим вишневским для того чтобы ну видимо пожилые люди запутались не смогли разобраться какой вишневский настоящий и таким образом у бориса лазарича украли какое-то количество голосов это тогда стало локальным мемом все переименовывались в бориса вишневского каждый из нас борис вишневский как те два фейковых кандидата и тогда вот такой человек как вишневский в госдуму не попал в результате этих технологий а в законодательное собрание петербурга все-таки избрался если выборы в россии были бы честными у нас и госдума тогда была бы другая и даже в тех условиях много независимых кандидатов бы в эту госдуму прошли и конечно эти кандидаты бы говорили бы про недопустимость войны и того что путин делает в 22 году по крайней мере если даже эти люди не смогли бы войну остановить они бы об этом высказались высокой трибуны была бы ну наверное другая ситуация в обществе теперь дальше хочу ваше внимание обратить на то почему меня это почему меня это трону вот в какой-то момент времени у нас появился этот закон про иноагентов для того чтобы объявить человека иноагентом сейчас российским властям ничего не нужно ну просто тебе кто-то не нравится и ты говоришь наверное он находится под западным влиянием или под влиянием вообще не дружественных стран и мы считаем этого человека иноагент минюсте есть целый бизнес по производству новых иноагентов они каким-то образом никто точно не знает как эта фильтрация проходит они создают вот этот список и фактически ты лишаешься заметной части своих остатков своих гражданских политических прав говорят что можно за большие деньги с минюстом договориться если у вас есть какой-то бизнес конкурент но тут вот у меня пока документов на руках нету мы будем работать над этой темой в общем помимо политических оппонентов режима в принципе в список иноагентов можно включить еще и бизнес конкурентов если очень хочется у тебя есть такие возможности все дальше ты иноагент дальше тебе в суде нужно доказывать минюст тебя без всякого суда признает иноагентом ему процедура никакая не нужна они просто делают свое пятничное объявление дальше ты должен в суде доказать что ты не на агент и вишневский конечно в суд ходил пытался доказать что не на агент как доказать вот как доказать что ты не находишься под западным влиянием этого точно никто не знает тут понимаете люди которые за политикой не следят в таком повседневном режиме они уже мне кажется запутались как у нас работает иноагентство потому что изначально для того чтобы кого-то признали иноагентом нужно было какая-то какие-то деньги из зарубежной страны помните были все эти истории что там из армении кто-то кому-то 100 рублей прислала после этого человека признали иноагентом тоже все такой полный финансовый фейк вот сейчас даже 100 рублей не надо ниоткуда присылать не из казахстана не из армении просто можно находиться под значит зарубежным влиянием и минюсту будет виднее на агенты или нет и вот у нас есть воля людей которые сказали мы доверяем этому человеку мы хотим чтобы он представлял наши интересы это наш местный городской депутат который заседает в парламенте петербурга а с другой стороны у нас есть минюст который говорит да нет это вовсе никакой не народный избранник не депутата вообще возможно это не борис вишневский это какой-то иноагент и занимать свою должность в законодательном собрании этот человек не может и это вот это особенно обидно в случае конкретного человека который действительно много делал для города в котором он живет и много будет делать еще я уверен найдет себе какое-то применение которого все прекрасно знают который действительно избран людьми и вот просто получается смотрите что ситуация устроена следующим образом у нас есть минюст которому все должны подчиняться и люди и депутаты у нас фактически в обход российской конституции установлена такая власть минюста вот минюста виднее то есть это в принципе такая вот как была в советское время диктатура пролетариата сейчас у нас диктатура минюста и каких-то людей которые туда папочки приносят со списком кого сейчас внести в иноагент во фракции яблоко которая представляет вишневский в парламенте петербурга там пока происходят такие внутренние изменения поскольку вишневский прошел в в загсобрание по партийному списку то там теперь следующий яблочник займет его мандат и ну может быть тоже к сожалению будет дожидаться признанием иноагентов вообще все кто не попадает в какой-то российский официоз так или иначе станут этими самыми иноагентами но на 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 уровне человеческой судьбы и на уровне вот просто как бы какого-то отношения к к человеку это самая наверное чудовищная несправедливость она маленькая локальная она касается одного человека и только только его избирателей но она очень заметно это очень важная такая несправедливость это очень важно искажение того как в россии скорее не работают законы и как те люди которые писали законы про иностранных агентов вносили в него поправки как они в общем фактически устраняют своих конкурентов потому что на самом деле конечно это вишневский должен был заседать в российском парламенте писать нормальные законы человеческие по которым российских граждан не лишали бы прав по абсолютному произволу и я вам рекомендую прочитать речь самого вишневского когда он прощается своей должности он остается оптимистом говорит что все-таки какие-то изменения и нормализация нормальной жизни и там права политические в россию вернуться деваться некуда пока он будет заниматься какой-то ну публицистической работой борис лазарьевич вишневский кроме всего прочего может быть это как раз самое важное он еще и обозреватель новой газеты он цитирует слова дмитрия муратова который ему при избрании в депутаты около десяти лет назад сказал борис лазарьевич депутатство это временное а значит работа в новой газете это судьба не забывай пожалуйста об этом и я со своей стороны еще для меня это повторюсь это личная история мне вдвойне обидно что из-за всех российских законов мы нормально теперь не можем просто сотрудничать и общаться с такими людьми как вишневский потому что но он находится в россии он подчиняется российскому законодательству как законопослушный человек он находится под всеми этими ограничениями нежелательных организациях и на агентстве и прочим вот мы ничего этого не соблюдаем естественно тоже куда деваться ну и это означает что просто вот у нас смотрите у нас общество делится на тех кого еще не признали и на агентами на тех кого уже признали они друг с другом практически не общаются дальше там появляется нежелательные организации дальше появляются политиммигранты которые на это плевать более-менее и таким образом тактика диктатуры заключается в том чтобы буквально всех разделять ну и властвовать да то есть главное чтобы никто ни с не мог общаться вот вишневского я не могу попросить сейчас написать статью для новой газеты европы потому что мы вот это самое якобы нежелательной организации перемены в стране обязательно начнутся как бы ни казалось властям что так будет всегда предшественникам нынешней власти тоже так казалось 40 лет назад но случилось иначе обязательно вернуться и верховенство прав человека и свобода и демократия и парламентаризм и честные выборы и свобода слова и собраний потому что таков естественный ход истории его можно затормозить но нельзя остановить и заметьте диктатуры в других странах они в полном восторге от опыта от опыта российского закона про иноагентов потому что это универсальный ключ который позволяет тебе манипулировать политическим полем делить людей на там значит правильных политиков и избирателей на тех кто им как бы противостоит потому что находится под называемым иностранным влиянием уже похожий закон принят в грузии которая как вы знаете идет след вслед за российской федерацией и готовится при нынешнем правительстве стать большому сожалению новым протекторатом этой самой нашей федерации и как раз вот когда мы к этой записи готовились мы узнали о том что в турции разрабатывается закон про иностранных агентов по нему если человек признан турецким иностранным агентом то есть в турции признан не турецким агентом а наоборот для турецких властей для эрдогана признанный агентом то ему можно будет сразу давать тюремный срок до семи лет тюрьмы вот таким образом диктатуры всех стран они как-то объединяются они учатся на собственных достижениях и наша московская диктатура она движется здесь впереди планеты всей она хотя и утверждает что закон про иностранных агентов якобы придуман в сша но в действительности за российский закон ничего общего с американским не имеет и мы видим это замечательный способ просто разрушить ну просто остатки остатки какого-то какой-то политической системы в россии все еще есть конституция проводятся выборы люди голосуют есть иногда бывают попытки выдвигать каких-то независимых кандидатов но на практике все это оборачивается тем что можно любого человека признать находящимся под иностранным влиянием и он будет произносить прощальные речи на этой неделе стало известно что некие беспилотники атаковали здание называемого российского университета спецназа который находится в чечне в городе гудермес помните в двадцать втором году кадыров внезапно потребовал для себя для чечни побольше пво и тогда все задавались вопросом к чему же именно кадыров готовится вот ответ был такой это был главный стратег в российской федерации он еще два года назад четко понял что нужно готовиться к тому что с воздуха что-то будет падать правда неизвестного что-то неизвестного происхождения сам этот университет спецназа называемым мы про него уже писали в цикле текстов про опти алаудинова и будем еще писать отдельно про само это про само это заведение это очень интересный такой вербовочный центр где готовят наемников наемников из других регионов россии которые потом выдают за чеченские знаменитые чеченские формирования в ходе украинской войны реальные чеченские формирования в украинской войне практически не участвует потому что кадыров бережет силу верных ему людей для того чтобы выполнять видимо какие-то более важные задачи есть довольно примечательная версия не подтвержденная что беспилотник все-таки до территории чечни долететь либо не мог либо это было маловероятно тем более удар был достаточно точный по главному зданию этого называемого университета он же вербовочный центр для наемников есть очень такая конспирологическая версия что беспилотники в гудерме смогли прилететь территории дагестана и под видом украинских беспилотников в действительности в действительности выступали беспилотники противников оппонентов кадырова в рамках конфликта вокруг вайлдберрис вы знаете группировка влиятельных бизнесменов и депутатов в этом конфликте кадырова противостоит мы пока не смогли подтвердить эту версию но звучит конечно очень круто представьте себе первый в мире конфликт с участием боевых беспилотников вокруг пвз и ритейл доставки на вайлдберрис это довольно мощное мощное достижение российской федерации если бы это было бы так два в двадцать четвертом году кадыров заявил что ну когда конечно придерживается версии что все это из украины прилетела и что в ответ российские силы нанесли удар по зданию генштаба в ссу в киеве подтверждение этого я тоже честно сказать не вижу что прям генштаб в ссу пострадал в киеве но кадыров как обычно в общем ему и илон маск кибертраки дарил и вообще он живет совершенно той реальности которая ему больше нравится чеченские пропагандисты заявили что в этом здании якобы заброшенным от этого самого гудермесского университета спецназа в кавычках содержались цитирую украинские пленные ну то есть мол по своим же бьете и кадыров также приказал чеченским военным не брать в плен солдат в ссу после атаки дрона по гудермесу вот такая то есть с одной стороны они не попали с другой стороны попали по своим с третьей стороны теперь нужно в виде мести не брать пленных даже не буду спрашивать как это сочетается каким-то не знаю конвенциями о том как ведутся войны видимо кадыров живет в рамках какой-то своей новой такой кадыровской конвенции о военно-пленных просто пленных не берем это личное решение такого полевого командира который действует от лица как бы российской федерации две новости мне как раз хочется их в паре поставить как люди в россии оказываются на войну ну вот одна новость про такую тотальную какую-то глупость не обустроенной в жизни ну и скотство по большому счету да потому что тут даже как-то очень ну наверное невозможно этим этому человеку даже как-то посочувствовать потому что он ну вот то что он сделал да это какая-то мелкая ерунда а в итоге он оказался среди на войне среди потенциальных убийц и возможно кого-то убьет и это в общем страшно и совершенно никакого сочувствия не вызывает так вот новость такая первая житель сыктывкара отправился на войну за то что он украл там какой-то мерзавчик водки маленькую бутылку украл он ее из продуктового стал фигурантом уголовного дела и еще на стадии так понимаю предварительного расследования согласился подписать контракт то есть смотрите вот круговорот круговорот судьбы жителя сыктывкара тебе очень хочется выпить ты идешь значит в продуктовый магазин а денег нет а вот она стоит и ты берешь и думаешь но если я маленькую бутылку водки украду то ведь никто не заметит и ты выносишь ее из магазина на тебя охрана останавливает вызывает полицию тебя отправляет какому-то следователю который в этом сыктывкаре занимается вот самыми такими мелкими бытовыми преступлениями да там какой-то полицейский дознаватель никакого не спецслужб не конечно никаких нет туда не даже следственного комитета просто какой-то вот какой-то мвд вот самая-самая такая и тебе какой-то вот наверное этот самый дознаватель он говорит слушай старик а может и на свл хочешь потому что смотри вообще проблем никаких нет мы тебе сейчас даем подписывать контракт ты получаешь начинаешь получать свои выплаты все чекушки водки твои ты вообще можешь себе ни в чем не отказывать ты только подпиши контракт улучшенном статистику мы тебя упакуем такое тело и повезем кого-то ну там может быть и не надо будет никого убивать на кухне будешь работать ну все так думают в из числа наемников что уж им то точно повезет и они там на передовую в какие-нибудь штурмовые отряды не отправятся вот это одна один круговорот круговорот чекушек в природе страшная судьба бессмысленная жизнь даже не знаю как какой здесь правильную правильную эмоцию она вот какая-то у меня есть но как вот ее выразить сказать очень трудно напишите пожалуйста в комментариях что вы думаете по поводу жителя сыктывкара который оказался на войне из-за того что ему просто хотелось нестерпимо хотелось выпить и вот новость в пару к истории сыктывкар это новость из мордовии где молодую пару задержали по делу о наркотиках там сложная история ну фактически подростки еще одному 19 лет подруги подруги этого человека 18 лет какие-то значит у них там сложные истории наркопотребления претензии со стороны властей их обоих задерживают за покушение на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере и дальше происходит вот такая такой интересный твист в этом сюжете да потому что но это народная статья в россии большая часть людей сидит как раз за за оборот запрещенных веществ 228 как кажется так это называется парень говорит а я хочу поехать на войну я доброволец я подпишу контракт и я сейчас уезжаю на войну и все говорят вот отлично нам-то как раз таки как ты нужны забудь про то что ты в недавнем прошлом пытался по версии следствия сбывать мифедрон значит на самом деле ты герой россии перед тобой открыты все вот эти дороги мы тебе сейчас контракт форму автомат поедешь на сборный пункт вернешься героем а подругу его 18-летнюю у нее такой опции то ли нету ну то есть то ли российская армия плохо вербует женщин то ли она сама как-то не решилась на такой на такой ход но подруге грозит до 20 лет тюрьмы помните была такая присказка несколько эпох назад до войны что у россии три пути да значит вебкам закладки айти так вот теперь кажется только два пути осталось получается что либо ты на 20 лет сядешь как если ты например молодая девушка 18-летняя либо ты поедешь на войну если ты 19-летний парень как в этой истории потому что ты можешь быть героем россии как кажется что здесь какая-то новая форма я бы сказал такого такого гендерного неравенства в условиях очень специфической очень специфического понимания правосудия российские возникает еще одна новость я не могу ее просто пересказать своими словами потому что она она слишком великолепно поэтому продолжит моя коллега экс-боец чвк вагнер сделал предложение девушки во время суда по делу о сбытии 88 граммов кокаина стас и забава живут в туапсе но недавно приехали в петербург чтобы пожениться на днях жениху показалось что он встретил бывшего парня забавы он достал из шорта муляж гранаты и пригрозил незнакомцу на место прибыла полиция конфликт был исчерпан стас отпустили а у забавы нашли 88 грамм кокаина невесту обвинили в покушении на сбыт наркотиков крупном размере вчера стас выступал петербургском суде в качестве свидетеля и прямо во время заседания решил сделать подруге предложение посудимая заплакала и согласилась свадьбу молодые сыграют после судебного процесса что тут скажешь насыщенная жизнь у людей романтик российская политическая иммиграция которую многие обвиняют в том что она не предлагает какого-то сценария развития ну дальше политических процессов которые как-то были вы выдавлены репрессиями и войной из россии наконец-то сделала шаг некоторым я бы сказал практически объединению и к тому чтобы на самом деле сделать что-то видимое и полезное показав что много людей выходцев из россии против войны против путина что что эти эти люди существуют что они на третьем году войны собираются дальше продолжать жить и вообще показывать что что мы есть в конечном итоге короче говоря группа очень уважаемых иммигрантов и оппозиционеров илья яшин юлия навальная и владимир кромурза два из трех человек до недавней политзеки ну навальная понятно вдова убитого глав главного лидера российской оппозиции они заявили о том что 17 ноября уже скоро через две недели в берлине пройдет большое шествие россиян иммигрантов которые будут высказываться против репрессии в россии против войны самое главное это хорошая хорошая вещь мне кажется потому что действительно было какое-то количество попыток сделать такие разрозненные проекты для того чтобы показать что мы можем делать митинги мы можем делать какие-то встречи в самом начале в двадцать втором году я вот участвовал в риге в достаточно большом митинге под названием там ну россияне против войны постепенно все это как сходило сходило на нет и превращалась в серию маленьких акций диаспор в разных точках европы здесь именно идея показать что людей много и берлин вызван выбран не случайно потому что действительно это один из главных центров российской эмиграции я думаю что многие наши коллеги будут просто в этом мероприятии участвовать очень важный вопрос о том насколько это будет массовая акция если в берлине на такую встречу придут там много тысяч людей да если там берлин и вообще весь мир заметят этих людей и и те лозунги с которыми они выступают то это будет очень хорошо это будет какой-то следующий шаг в в том чтобы показывать что в принципе да опять же просто эти люди которые имеют российские паспорта но при этом при этом не поддерживают войну что просто они есть в природе что они могут как-то концентрироваться в одном месте коллеги мне подсказывают что вдохновиться организаторы этой акции могли конце концертном памяти алексея навального который летом прошел тоже в берлине где было очень много людей вот ну так будут пытаться повторить этот успех с точки зрения количества но здесь есть некая личная составляющая которая вот тоже меня на сегодняшний день удивляет потому что после того как эта акция была заявлена организаторы выбрали для картинки анонс этой акции некую фотографию где на фотографии были украинские флаги и рядом российские но скорее всего эта фотография была там смонтирована с каких-то акций из прошлого когда еще не было большой полномасштабной войны и когда действительно российская оппозиция которая выступала 10 лет назад против аннексии крыма и против против войны на датбассе действительно могла ходить по улицам москвы в частности ходила одновременно с украинскими флагами и с российским триколором очень много вот сама эта картинка вызвала очень много критики что триколор совершенно не уместен говорят некоторые эксперты триколор это символ путина и путинской войны в некоторых странах его использование просто вообще запрещено ну как публично да потому что это символ на сегодняшний день продолжающейся агрессии против украины украинцы понятно как к этому флагу и к этому символу относятся их просто под этим флагом убивают а потом оккупировав и разрушив города вешают эти самые триколоры как символ называемого освобождения но есть и вторая понятная позиция которая заключается в том что все равно да какое-то какое-то будущее у россии надо искать вот этот флаг который в двадцать втором году пытались активисты представить как новый потенциальный флаг демократической россии бело бело-сине-белый по образцу вдохновляли видимо вдохновлялись в том числе белорусским флагом да флагом белорусских протестов демократической беларуси на этом флаге нету третьего цвета и нету красного цвета как символа крови и насилия но как-то вот мне кажется этот бело-сине-белый флаг куда-то делся тоже кстати интересный вопрос если у вас есть какие-то наблюдения о том что с этим символом случилось почему он не взлетел очевидно напишите пожалуйста в комментариях вот короче говоря другого символа все равно нету и можно вспомнить что в девяносто первом году этот флаг все-таки нынешний российский триколор он приходил как символ демократических преобразований протестов против советской власти против диктата кпсс против спецслужб в общем за все те ценности которые можно было вполне бы считать как западные прогрессивные современные демократические по моему вот у меня нет окончательного ответа на этот вопрос можно ли использовать три колоры на акциях протеста против войны и репрессий по моему в конечном итоге этот эта дискуссия я уверен что она будет продолжаться и к сожалению все опять рискуют перессориться по поводу того нужно ли в берлине и в других городах где-то акция будет проходить 17 ноября приходить с официальной российской символикой еще открытый вопрос допустят ли это немецкие власти по моему этот вопрос упирается в конечном итоге в то считаем ли мы что проект под названием российская федерация в принципе этой войной закончился что ну как бы государство есть люди естественно никуда не денутся есть территории мы в общем это наша родина мы мы эти земли и и и наш сложный народ любим другого народа у нас нету а вот государство у нас немножко поехала ну сильно поехала кукухой извините я часто использую этот термин но по-другому тут не скажешь развязала эту войну и на этом это государство просто не может существовать дальше в том виде в котором оно существовало с 91 года 31 год вот вопрос открытый на самом деле да если мы считаем что история этого государства вторжением закончилась и придется заново государство придумывать строить другое государство с другими символами с другим пониманием себя с другой идентичностью тогда конечно триколор должен умереть если мы считаем что у именно у российской федерации после этой войны есть какое-то будущее которое нужно искать предлагать его переинтерпретировать то наверное правы те как до некоторой степени илья яшин который уже вон выступал с маленьким российским значком с флагом на лацкане своего пиджака они правы в том отношении тогда да что они российские политики российские политэмигранты другой стороны нету другой стороны не будет нужно будет эту страну с этой символикой вытаскивать и делать что-то для того чтобы для того чтобы три колор ассоциировался не с войной путина задача будет трудно но и вот повторюсь многие могут еще и поссориться по поводу такой чисто символической вещи российские власти на этой неделе продолжали кампанию против так называемых сторонников лгбт как в кавычках экстремистской организации при этом вот когда я даже здесь об этом говорю я даже не уверен что речь идет буквально каких-то там не знаю представителях лгбт сообщества людей с какими-то идентичностями просто просто силовики в разных регионах россии они охотятся на подозрительных граждан и устраивают абсолютно фашистские сцены в отношении этих самых граждан в чите был некоторый клуб который называл себя караоке клубом утверждает что в нем был закрытый вход через фейс-контроль по предварительной записи и там проходили некоторые мероприятия ну вот как-то люди собирались взрослые да совершеннолетние и что там делали и на этой неделе такой совершенно фашистский источник в лице канала познякова вот этого жена ненавистника значит и и и затнутого они распространили кадры о том как силовики врываются в этот лгбт а возможно просто какой-то клуб по интересам в чите укладывают там всех в пол заставляют на камеру зачитывать фамилию имя отчества заставляют делать какие-то еще признания хозяйку этого этого клуба молодую девушку как я понимаю ее уже поместили под стражу по статье об участии в экстремистском сообществе но в принципе да это вот такая сцена такая маленькая хрустальная ночь очень похоже на действительно нацистские такие в прямом смысле слова преследование людей с какими-то другими взглядами на жизнь чего плохого там происходило в этом клубе в чите так до сих пор неизвестно людей которых показали фашистские телеграм-каналы здесь без преувеличения можно вот именно так называть они ровно занимаются тем чем занимались их предшественники в германии или там при муссолини в других похожих режимах вот они просто эти эти на видео просто люди рассказывают что они там занимаются косплеем например они надевают костюмы да и встречаются с другими людьми которые носят разные костюмы вот может быть может быть это тоже уже в россии запрещено но вот пропаганда утверждает что все это страшно и лгбт опять же тоже непонятно какое дело государства до того как взрослые люди чем они занимаются в закрытых клубах вот и это действительно компания потому что кроме вот этих кадров из четы параллельно в ярославле совсем на другом конце россии силовики пришли с рейдом на драг-шоу тоже костюмированное шоу несколько артистов отвезли в отделение на них составили протоколы о пропаганде лгбт здесь по другой статье пошли у нас одновременно действует административная статья запретить называемый пропаганда лгбт и действует уголовная статья об участии в экстремистском сообществе которые вот вменили хозяйки клуба в чите я много раз уже пояснял мою позицию наверно позицию моих коллег по новой газете европа если так можно вот какую-то случайную группу людей назвать там врагами преступниками экстремистами выкручивать им руки унижать их на камеру утверждать что все это делается от лица государства в принципе то же самое можно сделать любой группы людей которые не понравятся государства если вот вас еще не укладывают в пол и и как бы не заставляют там просить прощения значит и каяться и называть свои паспортные данные рядом с каким-нибудь омоновским сапогом это скорее всего недоработка этого государства они просто не придумали еще какое экстремистское сообщество вас вписать на подходе child free а далее везде важная показательная история произошла в крыму на этой неделе там арестовали юрист из ирландии людмила людмила колесникова она приехала навестить она давно живет в ирландии она приехала навестить своих родственников и на въезде на территории оккупированного крыма российские фсбшники пограничники по всей видимости залезли в ее телефон и нашли нашли в революте в приложении революта даже туда залезли некие транзакции nft марок с русским военным кораблем который идет в известном направлении но популярный такой украинский мем после событий на острове змеиный в начале войны и после потопления крейсера москвы от москва флагмана черноморского флота российской федерации вот украинцы сделали марки продавали в частности в качестве nft токенов колесниковая эту марку чтобы поддержать украины купила и российские пограничники докопались до этого увидели это в ее телефоне ее теперь обвиняют не больше не меньше как в госизмене по статье о госизмене в россии сейчас предусмотрен пожизненный срок ну там для женщин чуть-чуть этот срок будет помягче ну 18 лет тюрьмы прокурор за такое вполне может совершенно спокойно запросить колесникова судя по всему приехала в крым навестить родственников из-за похорон и это наверное какая-то вот история ну такого совершенно человеческого фактора ни в чем не виноватый человек не сделавший ничего плохого давно забывший про свои nft токены которые были в ее телефоне и про эти транзакции в банковском приложении приехала потому что в семье случилось горе российская федерация колесникова приняла как следует с распростертыми объятиями это еще один пример того что вы если вы едете в россию находясь какое-то время за ее пределами вы должны очень четко понимать с кем вы имеете дело какие цифровые следы вы оставляете в тех устройствах которые доступны для российских властей еще несколько коротких новостей коротких но страшных и важных новостей про репрессия осужденная по делу о госизмене жительница кубани антонина зимина вскрыла себе вены в колонии после того как ей не предоставили медицинскую помощь тоже совершенно преступление без преступления человек там значит симпатизировал украине допустим и российские власти начали подозревать расты значит симпатизируешь этим так называемым бандеровцы значит и враг народа и можно тебе дать много лет тюрьмы дальше ты от тебя отправляют в пыточные условия в российскую колонию оставляют тебя наедине с твоими хроническими заболеваниями оставляют тебе без врачей и лекарств и у вот попытка суицида это единственное что ты можешь в этих условиях сделать совершенно совершенно чудовищные пыточные условия которые с каждым днем в отношении российских политзеков к сожалению становится только хуже и мы знаем это на примере многих из необмененных политзеков которых гораздо больше чем тех кого к счастью обменяли например всегда полезно помнить что происходит с алексеем гориновым бывшим он депом из москвы который не молодой не очень здоровый человек которому шьют теперь новое дело за то что уже он якобы за те преступления которые он якобы совершил против интересов российской федерации уже находясь в колонии отбывая ее свой срок за 7 лет за так называемую дискредитацию российской армии еще одна страшная новость в ролике десятилетней девочки из крыма нашли признаки дискредитации армии на мать этой девочки составили протокол но по всей видимости за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей вот может быть и дискредитацию тоже могли пришить так уже было примерно в истории с алексеем москалёвым дочь которого нарисовала антивоенный рисунок в школе и вот москалёва аж прям осудили на два года колонии за за то что он так плохо воспитал свою дочь ролик совершенно безобидный да там ребенок поставила несколько смайликов просто в нарядом с украинским с российским флажком и какие-то вот люди написали увидели этот ролик написали донос и сказали вы смайлики неправильные ставите напротив украинского российского флага мы вас за это сажать будем но сколько десятилетнюю девочку пока посадить по российским законам все еще нельзя значит преследовать будут ее мать еще в традиционную рубрику новости образования историю про высшую школу экономики на этой неделе два важных события произошли значит в этом некогда очень либеральном свободном и таком западном в хорошем смысле слова университете где я проработал почти 15 лет в какой-то момент времени сейчас конечно страшно вспомнить как таких негодяев могли держать в этом богоугодном заведении во-первых организация военно-патриотическая организация студентов высшей школы экономики под названием белый ворон объявила о том что в здании высшей школы экономики на старой басманной это там где как раз я работал в одной из аудитории учебных люди наконец-то займутся делом вместо того чтобы обсуждать этику канта или учить или строить какие-нибудь лингвистические модели каких-нибудь сложных языков лингвисты тоже в этом корпусе или там вести какую-то историческую дискуссию люди высшей школе экономики наконец-то начнут плести маскировочные сети для участников так называемого сло для российской армии ну в принципе вот зачем еще нужны университеты разумеется для того чтобы вербовать добровольцев на войну наемников всем рассказывать что война это замечательно если вы по каким-то причинам сами на войну не поехали как участники этого белого ворона которые вроде как сидят в тылу в основном то вот можно хотя бы зазвать всех на плетение сетей я себе представляю с некоторым ужасом я думаю что в принципе к этой группе группировки белый ворон к ним в целом в университете в большом и достаточно по инерции свободном еще к ним в целом относятся как такой группе опасных сумасшедших и вот я себе представляю как там студенты высшей школы экономики они говорят а там в не знаю в 212 аудитории на старый басманный туда не ходите пожалуйста мы эти сумасшедшие собираются они сети плетут как бы давайте вот как бы сразу проходить держась другой стороны коридора и двигаться куда-то дальше но это конечно очень все приятно для для руководства высшей школы экономики потому что они всеми силами стараются отмываться от идеи о том что они когда-то были очень таким прозападным либеральным университетом сейчас они такой сети сети плетущий университет очень прогрессивно я думаю что вообще за счет сети плетения можно войти в разные рейтинги самых там не знаю военизированных университетов университеты где где учатся и работают самые большие отморозки именно такие видимо теперь у нас показатели считаются признаком хорошей науки раньше университеты должны были входить в топ-100 мировых учебных заведений по количеству научных публикаций качественных по количеству научных открытий разработок теперь вот все это заменяет сети плетения но на теоретическом уровне надо сказать что высшей школе экономики тоже происходят важные события не надо думать что они только сети плетут потому что на этой неделе стало известно что целых три крайне уважаемых эксперта из высшей школы экономики написали специальную очень аналитическую книгу которая посвящена разумеется ядерной войне это дмитрий тренинг который раньше работал в международном центре карнеги но потом почему-то как то вот его судьба завела его к любови к путину к войне и особенно к ядерной войне это сергей караганов декан международного международного института высшей школе школы экономики такого аналога мгимо в рамках высшей школы в рамках вше про сергея караганова пишут что у него есть квартиры в разных городах западной европы в венеции в частности но видимо когда по венеции прилетит ядерная бомба караганов скажет что что в общем это все сопутствующий ущерб и обращать внимание на это сильно не надо и примкнул караганову и тренину замечательный человек мы про него тоже рассказывали его зовут сергей овакянс он вообще адмирал этот адмирал теперь возглавляет высшей школе экономики специальное направление военной экономики вот ну в общем других его научных достижений неизвестно но вот что имеем в общем они втроем эти три выдающихся ума собрав квартиру в венеции собрав тихоокеанский флот российской федерации мысленно овакянс в отставке собрав остатки центра карнеги они собрались для того чтобы вместе объяснить российским властям книга продается как ну какое-то послесловие да материал то есть мол сначала они это написали для того чтобы передать руководству россии это был такой аналитический доклад практически секретный а потом они все то же самое издали виде книги вот эти трое персонажей из высшей школы экономики все они профессора очень уважаемые люди они написали цитирую что российские российские власти мало пугают запад ядерной войной идея заключается рекомендации уважаемых экспертов заключается в том чтобы пугать больше и интенсивнее и я думаю что вот тоже тоже мы должны скоро увидеть прислушаются ли российские и пропагандисты и называемые дипломаты и лавров и захарова прислушиваются ли они к мнению уважаемых экспертов потому что мы знаем что лавров отвлекся на квадроберов но понимаете квадроберы скорее всего не смогут развязать ядерной войны а вот вот значит при помощи экспертов понятно что все таки приоритет заключается в том чтобы всем продвигать страх ядерной бомбы вообще в какой-то момент времени если почти серьезно говорить человечество очень боялась ядерной войны об этом снимались фильмы люди людей прям учили помните как в советской школе значит мазаться йодом заворачиваться в просто не и тихо катиться на кладбище это я сейчас иронизирую конечно потом все это сошло на нет и вот теперь только вот эти трое людей они говорят ребят давайте мы все таки всех напугаем призыв интеллектуальный вот этот вот вопиющий человека значит одинокий голос вопиющих в пустыне раздается из стен высшей школы экономики они кажется не в том же корпусе сидят где занимаются где белый ворон плетет сети но мне кажется они довольно неплохо могут работать друг с другом очень рад за высшей школы экономики что такие серьезные интеллектуальные успехи практически каждую неделю попадают ужасные новости очень любопытная трансформация происходит многие обратили на нее внимание трансформация происходит с знаменитой натальей поклонской помните вот в раннюю эпоху аннексии крыма поклонская была таким лицом русской весны она была прокурором в крыму которая значит вот заявила о том что о том что майдан не пройдет и нужно что-то с этим немедленно делать тогда же она прославилась мемом который ман мало кто уже помнит по и по поводу не аж мяш до сих пор это в моем сердце особенно вот версия версии инджой кино тоже если кто-то помнит старый youtube то вот вот значит давайте давайте предаваться этой ностальгии потом поклонская долго ходила с портретами николая второго на разных ультра православных митингах делала разные заявления и вот как некоторые в социальных сетях говорят поклонская сейчас выбрала правильную сторону когда у нее кажется последний она была депутатом госдумы потом ее последняя официальная должность была кажется консул накаба верде замечательное место не знаю что с этим дальше случилось сейчас она активно ведет социальные сети и в этих социальных сетях она подписчиков поздравила с кельтским праздником самайн прародителем хэллоуина которая с точки зрения поклонской вообще-то был нашим вот историческим праздником я так понимаю как бы список исторических праздников там был такой присоединение крыма так называемая октябрьская революция значит потом не знаю трехсотлетие дома романовых а потом сразу самайн ну вот прямо вот внутри внутри русского сердца натальи поклонской бьется кельтский кельтский древнеязыческий праздник вот она сделала очень такую хорошую фотосессию как она наталья поклонская теперь кельт надо сказать что ей гораздо больше как бы как все оценили гораздо больше идет чем чем портрет николая второго наверное любому человеку бы пошло вот и как в социальных сетях замечают что если у поклонской получилось то может быть и у россии тоже получится видите она как бы из этого как бы жуткого маркобесия в который она погружалась какими-то значит страшными монахами николая поклонцами церепоклонцами сталинистами и так далее она постепенно развернулась в поклонение ну как бы другим я бы сказал иллюзиям но иллюзиям достаточно безобидным по крайней мере в том чтобы всем рассказывать что все должны отмечать кельтские праздники я не вижу никакой угрозы не знаю ни одной страны мира которая из-за празднования каких-то кельтских праздников напала бы на соседей ну по крайней мере в последние десятилетия вот что-то мне на ум ничего здесь не приходит и поскольку поскольку поклонская такой мощный голос такой няш-няш-няшный персонаж что она сразу получила резкий ответ патриарх кирилл представитель рпц увидел что здесь есть определенная конкуренция со стороны поклонской и конечно поскольку речь идет о бизнес интересах патриарха то он объявил обвинил поклонскую в том что у нее есть неоязыческие симпатии и что вот есть разные люди как такие как поклонская которая развращает наш русский народ и рассказывает якобы о том что мы мы языческие кельты я даже не знаю в общем какая здесь какая здесь группировка окажется в итоге сильнее но рад что патриарх кирилл напрягся у натальи поклонской теперь есть новое увлечение которое совсем не про войну это явный прогресс важная новость из мира технологии и безумия я бы сказал в словарь русского языка на этой неделе вошло новое слово новый мем родился он связан с деньгами это всех обычно очень интересует это унце де леон дело в том что российские власти российские телеканалы точнее точнее потребовали от гугла восстановить их каналы на ютубе с миллионами подписчиков с большим количеством просмотров вот и российские суды удовлетворили эти иски вот штраф который должен корпорация google американский выплатить российским телеканалом превышает все мировое богатство на это обратила внимание the washington post американская газета и российские пропагандисты требуют для компенсации тех страданий которые они получили от того что их отрезали от ютуба мы их очень понимаем вот когда российские власти кстати когда российские власти блокируют наш контент в россии мы тоже хотим унце де леона вот только непонятно правда кому обращаться в какой суд а вот российские пропагандисты уже получили свою справку о том что google теперь должен в качестве компенсации за то что вот их нету на ютубе этот самый унце де леон рублей это число с 36 нулями то есть если записывать в десяти тричной обычной системе арабскими цифрами помните такие опросы в соцсетях есть хотите ли вы чтобы ваши дети изучали в школе арабские цифры и люди говорят нет нет зачем зачем же нам арабские цифры так вот если записывать в обычной системе да то просто надо будет много нулей очень ставить это будет очень длинное число в также вот подсчитали что это 20 дециллионов долларов это 34 нуля вот все глобальное богатство человечества сообщает нам американская газета в в вашингтон пост оценивается в 477 триллионов долларов ну то есть прямо сильно сильно намного много порядков меньше и скромнее вот ну повторю очень понимаю чувства российских пропагандистов если вы знаете куда новой газете европа нужно отправить иск чтобы получить свой унце де леон за замедление ютуба в россии напишите пожалуйста в комментариях в современном искусстве есть разные жанры как вы знаете есть так называемое наивное искусство это когда ну вот художник он в принципе показывает он он такой новичок он показывает вот знаете ты просишь просто какого-то человека нарисуй мне там что-то да он рисует а вот дом коровка пасет солнышко светит такие примитивные рисунки тоже тоже часть современного искусства и вот на этой неделе появился появился специальный календарь который показывает патриотизма традиционные ценности по задумке исполнителей автор этого календаря работают в неком якобы патриотическом фонде который связан с фсб и страницы этого календаря должны подчеркивать что вот этот шедевр как его называют сами авторы пропагандирует традиционные семейные ценности ну здесь все хорошо здесь сцена побивания тефтонского рыцаря или какого-то другого врага запада очень милая другие картинки замечательные но в топе конечно этого хит парада это семейные ценности которые представлены на рисунке в жанре наивного искусства которым представлен председатель си дзиньпин и диктатор владимир путин на следующей неделе состоится одно из наиболее важных международных событий связанных с политической жизнью в америке пройдут выборы президента президента этой страны голоса по всем данным всех социологов всех политических аналитиков всех электоральных экспертов могут распределиться примерно поровну шансы на победу у двух основных кандидатов у дональда трампа который представляет республиканскую армию камалы харрис которая представляет демократов примерно одинаковые и мы наверное будем об этом подробно говорить после того как эти выборы состоятся попробуем с вами подумать в следующих ужасных новостях что это значит победа того или иного кандидата что она означает для жизни людей в нашей части мира мы в отличие от шоу владимира соловьева основное внимание уделяем происходящему в россии а про международную политику говорим только тогда когда это касается ну наших соотечественников в первую очередь судьбы окончания окончания войны будущего россии возможность для возвращения к нормальной жизни это были ужасные новости если вам нравится то что мы делаем ставьте лайк под этим видео пишите ваши комментарии вопросы предложения опровержения и всякие острые суждения до встречи в следующую субботу поговорим про итоги американских выборов 2 2 2 Продолжение следует...